В 2016 году производство свинины в нашей стране полностью удовлетворило внутренние потребности и начался экспорт. Сегодня можно смело говорить о том, что Россия входит в десятку самых крупных экспортеров свинины. При этом стоит отметить, что экспортный потенциал колоссальный. За первое полугодие 2023 года рост этого продукта на экспорт составил 40%, как отмечают эксперты. Также отдельно хочется сказать о том, что свиноводство – одно из самых высокотехнологичных отраслей. Автоматизация здесь колоссальная. Сегодня мы находимся в Ивановской области. Мы приехали в группу компании «Дымов» и сегодня посмотрим, как все здесь устроено. Поэтому досматривайте наш ролик до конца, обязательно задавайте ваши вопросы в комментариях и ставьте лайки. Уважаемые зрители, представляю вам Спенс Муровича. Это главный технолог конфликса. Спенс Мурович, ну в первую очередь расскажите, пожалуйста, о том, кто содержится, в каком количестве. Мы сейчас находимся с вами в такой интересной зоне, где боленки и поросят. Расскажите о хозяйстве. Да, сейчас мы находимся в зоне опороса. Здесь происходит опорос свиноматок. Поросята именно здесь после рождения содержатся 22 дня. Далее происходит отъем, и они переводятся на участок доращивания. А вот если говорить полностью о комплексе, о том, сколько, кого содержите, какие у вас, может быть, есть показатели, которыми хотите похвастаться? Да. Содержим здесь мы 2,5 тысячи свиноматок, то есть стандартная площадка. Вот. Средневного поголовья порядка 40 тысяч. Вот. Если говорить о достижениях, вот на этом участке, на опоросе, да, мы сегодня имеем среднесуточный превес 260 грамм при среднем возрасте отъеме 22 дня. То есть это достаточно высокий показатель. Если говорить о периодах и этапах, то на каждом этапе важный, самый важный показатель является именно тревец. Правильно? Совершенно верно. Расскажите про обустройство. Насколько все автоматизировано? Я знаю, что свиноматок это одна из самых автоматизированных. Да. В принципе, каждый участок, то есть у нас автоматизирован, да, у нас кормушки, то есть могу продемонстрировать их, да, система водопоения тоже, то есть здесь без участия работника происходит кормление, паение. В принципе, содержание, да, минимум ручного труда. А если говорить, например, о скоровниках, очень важный микроклимат. Вот если говорить о том, как здесь все происходит? Для свиней это аналогично любой вид животного, который выращиваем, птица, коровы, свиньи, то есть всегда важно поддерживать микроклимат. И любое животное подвержено сквозняку, поэтому здесь вот сегодня мы находимся комфортно 20 градусов без сквозняков, то есть вот та температура, которая комфортна для свиноматок. Если говорить про поросят, то есть здесь у нас есть дополнительные для них теплые места, то есть и логово у них уже поддерживается своя температура. В районе при рождении это 28-32 градуса. Итак, у нас получается, то есть логово, кормки, логово, спрошу прощения, за сравнение про них я знаю очень много. У нас получаются баюки автоматические, раздача где-то, подача где-то тоже автоматическая. Как часто она происходит? На этом участке происходит три раза в день. Утро, обед и вечер. Три раза в день, прекрасно. На возле удаления системы я вижу, что она тоже здесь присутствует. Как это называется? Щелевая? Да, пол здесь решетчатый и щелевой, то есть пластиковый в комбинации с чугунной решеткой под свиноматку. Чугунная решетка, потому что на пластиковую решетку мы свиноматку не можем расположить. Это большой риск, что решетка деформируется, то есть свиноматка может провалиться. Поэтому стандартный вариант это чугунная решетка под свиноматкой, чтобы была прочность. Ну и вентиляция, вы говорите, анальдис у вас форточная вентиляция. Да, это приточно-вытяжная вентиляция, то есть боковые форточки это приток свежего воздуха и вентиляционные шахты здесь в количестве двух штук это вытяжные. То есть все контролируется компьютером, параметры задаются под данную группу животных, которая сегодня здесь содержится. И компьютер уже автоматически регулирует, то есть опираясь на данные внешней среды, температура, влажность и внутренней среды. То есть регулирует микроклимат полностью автоматически. Ну вот я вижу, что у вас около лопаты, в каждой зоне, как правильно назвали, это штанок. У каждого станка есть вот такая бумажка, на которой, то есть в Востоке есть какая-то система учета, я так понимаю. Да, это паспорт свиноматки, то есть свиноматка с этим паспортом приходит с участка осеменения, для того, чтобы мы понимали, кто за свиноматка, какого она цикла. Паспорт, все данные, все данные, содержащиеся об этой свиноматке, то есть весь ее жизненный цикл. Ну, фактически мы сейчас с вами видим стадо-воспроизводящее. Вот ремонтная стада, она есть как поголовье, может быть, не стало поголовье? Да, ремонтная есть, ремонтная содержится на другом участке, здесь есть свиноматка, которая поросится, из ремонта переводится в проверяемый, при первом осеменении. Дальше она получает статус проверяемый, ну, ее можно считать тоже, как здесь она как ремонтная находится, молодая мамочка, то есть первая пороска ее здесь называют. Очень много малышей, как быстро они переходят дальше по группам, а не как они будут привыкли? Ну, я повторюсь, поросята рождаются, то есть в первые 24 часа происходит сортировка их по количеству сосков сыноматки, по их упитанности, то есть кондиции. Поросята рассаживаются и далее в течение 22 дней растут в своем гнезде и далее они уже переводятся на участок доращивания. А вот вы говорите по количеству сосков, то есть может быть такое, что, например, у нее опросилась она, допустим, 15, а сосков 12, и когда другой маме отдадут этих или как? Да, но маленько иначе это, да, у нее может быть там парные соски, допустим, 14 сосков, родилось 14 поросят, но по каким-то там причинам условно там один сосок не работает или два не работают. Вот, поэтому будет дефицит молока для поросят, поэтому да, мы ищем свободный сосок, куда мы можем этого поросенка пристроить. А скажите, есть ли какая-то иерархическая история у них? Ну вот, может быть, там есть какой-то главный стадий в группе, я не знаю, а у вас, например, четко есть те, кто, условно говоря, главный. Вот здесь такая же история? Да, иерархия также здесь у поросят происходит. Как правило, это вторые и третьи сутки. Мы можем наблюдать их, так сказать, внутри станочные битвы, да, где выявляется лидер, выявляется среднее звено и выявляется отстающее. Совершенно верно, здесь можно привести сравнение, что иерархия также, она присутствует у поросят. Вот если мы вернемся к содержанию, опять же, для КРС, для производства молока, одним из самых главных является тормление. И что, чем корм? Кормовый рацион выделяет большое внимание, а также зависит от количества молока. Я думаю, что при весе, как мы с вами говорили, да, не так же, кормление зависит. Да, совершенно верно. Корм – это самая важная, наверное, составляющая, в принципе, в выращивании поголовья корм-вода, да. Корм у нас сегодня сбалансированный, то есть на данном участке свиноматочки потребляют корм марки СК-2. Это специальный корм для лактирующих свиноматок. От сбалансированного корма очень многое зависит молочность свиноматки, да, и которая потребляет поросята молоко, оно тоже должно быть высокого качества для достижения высоких привесов. Вот. С седьмого дня поросят начинаем приучивать к предстартеру. То есть предстартерный корм для поросят для того, чтобы им дать толчок в дальнейшем развитии и приучить параллельно грубому корму. То есть если молоко, мы говорим, это жидкий-мягкий корм, да, то уже предстартер – это уже грубый корм. И параллельно, уже начиная там с десятого дня, параллельно с предстартером свиньи потребляют, поросята потребляют маточное молоко и тем самым дают высокий привес. А какие цифры вы называли еще раз? Вот я помню, что вы говорили, что у вас очень хорошие показатели по привесу. 260 грамм. То есть это от рождения до 22 дней 260 грамм в среднем привес. На сегодняшний день мы работаем с коллегами, с партнерами нашими Кауда и Сэмкорма, которые готовят для нас рационы и корма. Это высококачественный корм. Здесь на свиноматках лактирующих мы потребляем корм СПК-2, на поросяток предстартерный корм. Это, можно сказать, шеф-повар, который готовит еду для всех групп. Правильно ли это? Да, мы готовим, делаем рецепты для всех поварочных групп. Поэтому, по сути говоря, каждый здесь животный кормится рецептами Кауда и Сэмкорма. В производителе молока очень важны так называемые кормовые единицы. И очень большое значение уделяют именно рациону на каждой группе. Как обстоят дела из лиц и какая разница? Вот давайте прям по каждой группе пройдем. Первая группа, она какая у нас? Ну, если мы говорим про корма по маркам, по номерам, то первая марка – это СК-1. Это корма для суперостных сеноматок. Вернусь к вашему вопросу по поводу кормовых единиц. В сеноводстве есть, конечно, кто считает по-прежнему по кормовым единицам, по овсяным единицам. Но сейчас основным показателем является чистая энергия производства, чистая энергия свиней. Она, естественно, разная для поросят и для сеноматок, но, по сути говоря, формулы там примерно одни и те же. А как же, когда объем каких-то составляет, компонентов или как? Нет, смотрите, каждый компонент, который используется в кормопроизводстве для свиней, он имеет какую-то свою определенную органетическую ценность. Какое-то количество килокалорий, джоулей, что угодно. По этой причине в каждом компоненте вот этот вот показатель, он очень разный. Мы берем зерно, мы берем широта, мы берем масло. И для каждой полуважностной группы количество этих килокалорий, оно, естественно, разное. Но то, что содержится в корме, это не обязательно то, что попадет, условно говоря, в поросенка. Поэтому вот эта разница между энергией корма и тем, что будет в будущем, мясом, если мы говорим про сеноматок, это молоко, эта разница, как раз, определяет разницу в качестве чистой энергии. Вы в чем уверены, что и качество сменения, и то, как таким образом проходит аппарат, это тоже очень сильно зависит к кормовой составляющей. Правильно, нельзя? Скажем так, это не то, чтобы зависит, просто плохие корма, если мы говорим именно о кормах, они могут на это негативно повлиять. Но стандартная техника, которая используется в сменении, то, что делается на поросе, там все-таки это больше технология. Это больше правильный подход при выборе генетических пар, это техника самого сменения, правильно подобранное время сменения. Если мы говорим про принятие опороса, принятие родов у сеноматки, то это правильно именно обученный персонал, это использование различных медикаментозных веществ. То есть тут главное, чтобы корм был качественный, хорошо сбалансированный, свежий. Это мы с вами говорили как раз, скажем так, о начальном этаже. Давайте поговорим о том, что когда уже все, опорос у нас произошел. Как происходит кормление в этой игрушке? Ну, смотрите, первые дни после опороса, естественно, поросенок питается исключительно молоком. Спустя определенное время, некоторые рекомендуют 5 дней, некоторые рекомендуют 10 дней, это зависит от определителей кормов. Они начинают приучать поросенка к кормлению грубым кормом. Это делать для того, чтобы, во-первых, корм стал понятным для поросенка, чтобы подготовить его ферментную базу, чтобы раньше закрылась барьерная функция кишечника, который ощущает поросенка от бактерий, чтобы кишечник стал более тяжелым, более длинным. Потому что чем ЖКТ более, знаете, здоровый, тем поросенок будет лучше и больше переваривать, тем будет быстрее и лучше расти. Ну, вот мы слышали о цифре 260 грамм набора ежедневной, и это достаточно серьезная цифра. Это средний, средний за весь период. Средний за весь период, и это достаточно серьезная цифра. Это очень хороший показатель. Вот скажите, как вы добились такого результата? Это же тоже за счет кормов в том числе? Смотрите, если мы посмотрим на кондиции сеноматок после отъема, то мы видим, что сеноматка не очень много теряет за период подсоса. Следовательно, и сам корм подобран правильно, и количество кормлений, и то, как животные стимулируют к кормлению. То есть сама технология корма подобрана здесь хорошо. Самый грубый корм для поросенка на подсосном периоде практически не влияет на привес. Да, это примерно 20 грамм, вот за этих 260 это корм. Вот, весь именно корм для поросенка, это чтобы научить. Не накормить, а чтобы научить, потому что чем будет он лучше питаться после отъемный период, чем он быстрее войдет на правильную кривую кормления, на кривую потребление точнее, тем этот поросенок быстрее выйдет на необходимые для хозяйства показатели повес. Ну, мы сейчас с вами находимся в блоке, где уже как раз доращивание. Вот на этом этапе единая ли система кормления для 15-дневных, 30-дневных, то есть как вот здесь все это происходит, и как сейчас этот рацион заменяется? Смотрите, мы как кормовая компания можем, но это только рекомендации в плане смены по возрастам, потому что, конечно же, идеальный подход – это менять марки корма по весу. Но, к сожалению, перевешивать там условно каждые несколько дней вот это все большое количество поросенок, ну, в режиме реального производства практически нереально, либо очень трудозатратно. Поэтому на хозяйстве обычно принимается смена кормов по возрасту, не по весу. Соответственно, первый корм, который они здесь получают после отъема, после перехода от мамки в зону доращивания, это тот же корм, который они кормятся на подсосе, чтобы не было стресса при переходе корма. Плюс в этом корме сама композиция корма такая, что она, по сути говоря, является детским питанием, есть большое количество высокосвоимых продуктов, большое количество чистой энергии. И чем больше поросенок седает на этом периоде, тем лучше, потому что привес здесь самый дешевый. Там они, над кормом, они растут быстрее всего. Корм там самый дешевый, а вот привес там все-таки дороже, чем здесь. То есть получается, что эффективность вот этого набора веса, она закладывается именно в этом периоде, правильно? Конечно, конечно. А если говорить о каких-то вещах, на которые стоит обращать отдельно внимание, ну вот давайте мы какие-то рекомендации попробуем дать нашим зрителям о том, как правильно подобрать и действовать традиционно, на что обратить внимание, вот когда мы с вами говорим именно об этом периоде. Мы говорим с вами о периоде, о самом первом, да, то, что это представительный период, так называемый. Ну, первое, что должно быть, это композиция корма, да. То есть понятно, что поросенок, он в принципе еще не готов к большому количеству крахмала. Поэтому зерновая часть здесь, она обычно примерно 65-70%, не больше. Какие-то грубые компоненты, типа подсолнечных продуктов, на этом периоде дается минимально или вообще не давать. Потому что они практически не усваиваются, они могут только принести вред, там, в том числе, там, за счет гниусного брожения. Поэтому невысокая зерновая часть, большое количество высокоуслояемых компонентов, щеткое следование рекомендациям генетики и всякий ноу-хау, который у каждой фирмы свои, в частности, какие-то спецпродукты. Смотрите, вот даже в нынешний наш приезд главный технологок предприятия Степан Тиморович, он сказал, что, Саша, хочу обратить внимание там на одну деталь, и мы сейчас будем менять композицию корма. То есть стандартно, это мы не делаем что-то вот тайно, да, в тайне вот мы либо получаем запрос от производства, либо мы видим какую-то проблему и начинаем эту проблему обсуждать с технологом, чтобы это было решение коллегиально. То есть, да, если, допустим, я вижу, что плохо растут, вот, там, допустим, частые случаи диареи, или, допустим, идет какой-то каннибализм, да, тоже частая проблема, то мы начинаем менять и композицию, и качественный состав, и количественный состав, да. Александр, спасибо вам огромное за ваши атлеты. Для нас очень необычное производство, и если у вас есть еще какие-то рекомендации, которые вы могли бы дать, будем рады. Самая большая, точнее, самая важная рекомендация, на мой взгляд, с чем я часто сталкиваюсь, это очень плохие переходы с марки на марку. То есть, условно говоря, предстоятельный период, он очень важный, очень сложный, и после этого зачастую, я вижу на хозяйствах, как переходит на корма низкого качества, большим количеством того же подсолнечника. То есть, что-то, что вот этот переход, который и так сам по себе сложный, еще больше усложняет, животные начинают отказываться от корма и так далее. То есть, самое большое такое вот мое пожелание… Обратить внимание именно на это. Да, чтобы переход был более-менее сглаженным, чтобы он был по времени растянут, чтобы компоненты там были плюс-минус похожи, чтобы это не был резкий переход на совершенно качественно другой уровень по корму. Сергей, ну расскажите об истории взаимодействия с предприятием. Это был очень долгий, долгий путь становления взаимоотношений. В данную площадку мы заходили сюда еще, когда только колышки, только планировать начинали предприятие. Но у нас уже был опыт работы одной из площадок южной – это «Дымов-юг», который входит сейчас в «Дымов-Агро», «Торбаева». И в процессе работы, взаимодействия мы все-таки пришли к тому, что сейчас предприятие вышло на тот уровень, когда получает самые, наверное, лучшие результаты, результаты, которым они довольны, и мы также довольны. То есть мы совместно разрабатываем программы кормления. Также наши специалисты рассказывают о том, подсказывают, как с ветеринарной точки зрения правильно работать, настраивают микроклимат. В нашей команде, команде «Коудайсенкорма» собраны самые лучшие специалисты, наверное, на российском рынке, которые делают общий результат. Каждый год, помимо того, что предприятие развивается, но и наши специалисты тоже не стоят на месте, учатся на опыте других хозяйств, также общаются со специалистами, с нашей голландской компанией «Дехиос», у которой порядка 48 предприятий по всему миру. То есть они учат нас работать, мы учимся у них работать, и эти знания мы передаем в хозяйство. Каждый год мы проводим семинары специализированные для специалистов свиноводческой отрасли, выездные семинары, где собираются специалисты разных предприятий, где они делятся опытом, плюс наши специалисты-технологи рассказывают о новинках, которые происходят в отрасли свиноводства. А есть какая-то периодика, как часто подключают свиноколки? Или вы наладили, условно говоря, там, подобрали или что-то, вы погнали? Вы знаете, в связи с последними событиями, которые творятся на свиноводческой сфере, это африканская чума свиней, есть определенные правила, которые нужно выполнять. То есть, работая с предприятиями, уже в процессе, мы составляем план о периодичности посещения предприятий, который согласовывает с руководством предприятия и с руководством нашей компании. На предприятии Торбаева мы поставляем всю линейку кормов, это начиная от детских кормов, предстартер, наш премиум, и все остальные группы. То есть, это СК-1, СК-2, четверка, пятерка и откорм. Три позиции. То есть, на этом предприятии мы работаем, то есть, охватываем все группы животных от опороса до забоя. Наш подход специфический, да, и эксклюзивный, конкретно, если мы берем это предприятие, да, то здесь эксклюзивные рецепты, они уникальные, и они могут не подходить к другому предприятию, ну, никаким образом, потому что вы говорите о том, что это наш успех. Нет, успех без взаимодействия со специалистами, технологами, ветврачами данного предприятия невозможен, потому что если они не будут выполнять те простые элементарные правила, которые есть, то успеха не будет. Хоть мы золотой корм сюда поставим, результата не будет. А при старте, вообще продукты, которые вы предлагаете, они подходят крупным предприятиям или небольшие предприятия тоже могут обращаться? Нет, по большому счету любой фермер, любой человек, который занимается свиноводством, будет личное подсобное хозяйство, либо КФХ, может приобрести наш продукт на маркетплейсе, на Озоне. Доступен для всех. В любом количестве от 25 килограмм и выше. Вы говорили о том, что около 260 грамм прирост как раз у малышей самых маленьких. А если говорить о других группах, какие есть у вас там показатели интересные? Да, вторая группа – это группа доращивания, то есть период выращивания порядка 48 дней, то есть с 22 дня по 70 день, то есть это 48 дней выращивания. Там мы имеем 540 грамм в среднем возрасте 70 дней. И следующая группа идет, это группа от корма, то есть с 70 до 165 дней. Среднесуточный там составляет 950 грамм. Ну и период содержания порядка 95 дней. А от чего зависят вкусовые качества мяса? Это вот шашлык, который мы едим. Да, ну в первую очередь качество мяса будет зависеть от качественного сбалансированного рациона свиней. Чтобы был баланс, не было никаких дополнительных компонентов, которые будут влиять на качество. То есть это период созревания мяса, то есть это не ниже сегодняшнего возраста, 165 дней. Ну и третий момент, это в принципе правильное содержание, гигиена, то есть здоровье свинопоголовья. А вы мясо, которое выращиваете, видите? Обязательно. Это, ну, на сегодняшний день это самое лучшее и качественное мясо. Ну что ж, спасибо огромное, что приняли нас, в общем-то, очень интересный для нас опыт. Уважаемые зрители, ждем ваших вопросов, комментариев, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok